Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Mass Effect, и сегодня я буду проходить дополнительный квест под названием Гарус, найти доктора Салиона. Для того, чтобы его получить, мне надо поговорить с Гарусом. Так, что он там делает? Он колесо осматривает. Капитан, рад вас видеть. Так, расскажи мне что-нибудь из своей жизни. Вы долго были в СБЦ. Много пришлось повидать? Ну, с вами не сравнить. Но, да, кое-что интересное было. А что-нибудь особенное? Наверняка. Расскажете о каком-нибудь увлекательном случае. Да вот хотя бы дело одного саларианского генетика. Дело было довольно неприятное. Неприятное? Что случилось? Почему он оказался под следствием? Мне поручили заняться черным рынком на Цитадели. В основном там все было тихо. Ничего такого, чтобы требовало внимания. Но в ходе расследования я натолкнулся на рост торговли органами. Ими всегда торговали, но не в таком количестве. Непонятно было. То ли появилась новая подпольная лаборатория, то ли какой-то психопат-потрошитель. Это обычное дело? Вы раньше с этим встречались на Цитадели? Время от времени какая-нибудь лаборатория распродает излишки. Но это не так плохо, как психопаты. Помню одного дипломата Элкора, которого мы взяли в мой первый год службы. Убивал местных жителей и продавал их органы. Всю станцию держал в страхе. Но с генетиком все оказалось не так просто. Гораздо сложнее, чем мы сперва думали. И что же вы выяснили? Ни сердец саларианских, ни турианских печеней. Даже кроганских яиц не было. А кроганские яйца? Вы шутите, что ли? Зачем кому-то нужны кроганские яйца? Кое-кто из кроганов верит, будто пересадка яиц повышает мужскую силу. Ослабляет действие кинофага. На самом деле нет, но они все равно их покупают. Платят до 10 тысяч кредитов за штуку. За весь набор выходит 40 тысяч. Кое-кто на этом круто наживается. А, так что было с доктором? И что вы сделали с генетиком? Задержал кое-кого из его работников, чтобы проверить, вдруг заговорят. И при беседе с одним из них наткнулся на кое-что подозрительное. При беседе? Вы хотите сказать запугивание? Это было действительно необходимо? Может быть, а может и нет. В любом случае, это оправдало себя. У одного из задержанных во время допроса началось мощное кровотечение. Мы предложили перевязать, а он впал в бешенство. Как с катушек съехал. Я велел провести ему полное медобследование. Врачи нашли у него по всему телу надрезы. Частью свежие. Вот это был прорыв. Эти ребята были не просто работниками. Саля, он использовал их как пробирки. Ходячие, живые пробирки. Мерзко. Он выращивал органы в телах своих работников? Точно. Клонировал органы внутри их собственных тел, а потом вырезал и продавал. Большинство жертв были бедняками. Он платил им небольшой процент с продаж, но только если органы выходили качественные. Порой орган вырастал не так, как надо, и он оставлял его им. Большинство из них были инвалидами, но только внутри, снаружи ничего не видно. Вы его допросили? Надеюсь, он получил то, чего заслуживал. Это-то хуже всего. Мы его так и не поймали. Что? Почему? Что случилось? Он слинял, взорвал лабораторию, прихватил с собой часть сотрудников и двинул к ближайшему космодоку. Когда я это понял, его корабль уже отчаливал. Он угрожал убить заложников, если мы что-то предпримем. И они его просто отпустили? Но вы же полетели за ним следом. Я приказал сбить его, но штаб СБЦ отменил мое распоряжение. Они там волновались о заложниках и о том, что если подорвать корабль так близко к цитадели, будут жертвы. Я им говорю, заложники и так мертвы. Он их просто использует для выращивания органов. Но они не стали слушать. А я с ним согласен. Вы ошибаетесь. Расскажи мне про доктора Саллиона. Однажды я даже чуть было не поймал его. Он менял корабли, сменил имя на доктор Харт, сердечный наш, юморист. Я сообщил военным, но они не были уверены, что это он. Я узнал частоту его нового корабля, но так и не добился, чтобы кто-нибудь проверил. Дайте мне. Я проверю координаты, когда будет время. Я надеялся, что вы это скажете. Но, капитан, когда пойдете за ним, возьмите меня. Если это Саллион, я хочу быть рядом, когда вы его найдете. Хорошо, пошли. Сейчас разберемся. Так, куда мне там лететь надо? Нанести доктора Саллиона. Город сообщил вам координаты места, где в последний раз был замечен корабль доктора Саллиона. Отправляйтесь в систему Гершеля в пределе капера. Система Гершеля капер. Гершель капер. Так, сначала надо капер найти. Скопление капера. Система Система Гершеля. Так. Капера. Скопление капера надо искать. местных скоплений. Это, кстати, вроде там солнце находится. Так. Скопление Суды. Тау Артемиды. Гама Аида. Скопление Вояджи. Сигма Близнецов. Коричневое море. Армстронга. Так, в предел капера. А вот, да-да-да-да, в предел капера надо взлететь. А Ньютон. Гершель. Вот сюда мне надо. Так, а вот этот самый корабль. Фидели. Так, высадится. Возьму с собой, конечно же, Гаруса. И надо еще кого-нибудь взять. Так, вот так. Гарус. И, может, наверное, Лиару возьму. Я думаю, Биотик здесь не помешает. Так, тут сразу вижу врагов. Так, сразу лучше снайперскую винтовку возьму. Так. Так, это подопытный. Блин, слишком быстро бегает. Уп. Это что такое? Они чем-то плюются, что ли? Похоже, что так. Так. У них вообще сложность. Так, ладно. Снайперская винтовка здесь бесполезна. Так. Я отсюда бы пришел. Так, лечусь. А, вон его наверх закинули. Мне показалось, что он погиб, а он остался уже выключен. Просто. Наверх ящиков упал. Так. Всяких ящиков с заначками нет. Я думаю, хоть здесь какие-нибудь припасы будут. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что спасли меня от этих. Капитан, это он. Доктор Саллион. Что? Меня зовут Харт. Доктор Харт. Прошу вас, заберите меня отсюда. А, вы уверены? Вы уверены, что это он? Так точно. На этот раз вы не убежите, доктор. Я бы вырезал вам все органы, да жаль некогда. Вы сошли с ума. Он сошел с ума. Пожалуйста, не дайте ему это сделать. Назад, Гарус. Мы берем его с собой. Забросим его к военным. Но он в наших руках. Нельзя ему дать уйти. Опять. Подумайте, Гарус. Если он будет мертв, мы так никогда и не узнаем, что и как он делал. Мы его возьмем, допросим, и он получит свой срок. Я... Хорошо, вы правы. Ты очень везучий, соларианец. Ты обязан капитану своей жизнью. О, большое вам спасибо. Не понял. И он все равно мертв. Зачем все это было нужно? А, я скажу. Нельзя предсказать чужие действия, Гарус. Но можно контролировать свою реакцию на них. Я свою реакцию контролирую. Да. Я раньше не встречал такого человека, как вы, капитан. Что ж, пожалуй, здесь мы закончили. Так, медицинское оборудование Саллиона пропитано кровью представителей многих раз. Светло-голубой, фиолетовый, оранжевый. Во многих местах темно-красный. Но больше никто не пострадает от рук этого безумца. Его карьера окончена. Пора возвращаться на Нормандию. Так, кровь. У многих раз светло-голубая кровь. Ну, я не знаю. У кого светло-голубая может быть у Азарий. Потому что они сами все такие синие. Фиолетовая. Ну, фиолетовая я тоже не знаю. Может у Азарий. А светло-голубая у кого-то около. Оранжевая. Оранжевая. Я где-то видел оранжевую, но... Вроде вот как раз-таки у доктора Саллиона тоже невозможно оранжевый кровь. Темно-красный. Ну, темно-красный это человеческая кровь. У Кроганов я не знаю, какого цвета кровь. Вы сошли с ума! Он сошел с ума! Пожалуй! Мы берем его с собой. Но он в наших руках. Нельзя ему дать уйти. Опять. Если он будет мертв, мы так никогда и не узнаем, что и как он делал. Мы его возьмем, допросим, и он получит свой срок. Я... Хорошо, вы правы. Ты очень везучий, соларианец. Ты обязан капитану своей жизнью. О, большое вам спасибо! И он все равно мертв. Зачем все это было нужно? Простите, Гарус. Нельзя предсказать чужие идеи. А, то же самое же говорит. Но можно контролировать свою реакцию на них. Я свою реакцию контролирую. Да. Я раньше не встречал такого человека, как вы, капитан. Что ж, пожалуй, здесь мы закончили. Ну, то же самое же, в общем-то, говорит. Ничем не отличается. Ладно. А вот здесь есть припасы. Так. Ведь почти. Почти открыл. Все, я опять не успел. Эй, даже можно не стараться. Ладно, хоть вот эту штуку он у нас сломал. Так, а че, я задание выполнил, да, получается? А, ну да. Давайте попробую, так, на корабле высадиться и посмотреть, можно ли будет поговорить с Гарусом еще раз или нет. Ну, то есть, прокомментирует ли он это как-нибудь или вообще ничего не будет, как будто этого и не было. Так, ну да. Продолжение следует... В чём дело? Вас что-то беспокоит? Сара, я начинаю задаваться вопросом, найдём ли мы его. Он всё время на шаг впереди нас. И у него есть эти чёртовы ги... Не волнуйся. Мы уже близко, Гарус. Мы найдём его. Мне бы ваша уверенность. Я просто не могу смириться с тем, что он уйдёт после всего, что сделал. Я знаю, вы делаете всё, что можете. Если кто его может поймать, то это вы, но... Если я ещё чем-нибудь могу помочь... Чем-нибудь, просто скажите, что надо сделать, и я сделаю. Хорошо. Спасибо, Гарус. Я это учту. Главное, будьте наготове, когда мы его настигнем. Дамы, можете на меня рассчитывать. Спасибо, что выслушали. Я это ценю. Можно задать вам вопрос, капитан? А, нет, до свидания. Мне нужно идти. Я... Хорошо. Так. Давай снова поговорим. Капитан. Ну, хорошо, с ним нельзя поговорить по этому поводу, насчёт доктора Салюна. Он там начинает совсем другое говорить. Ну, пожалуй, на этом тогда я закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова